И Денис Казанский Самое интересное в мире Один единственный народ Тот, который тратит деньги, это русские и грузыни Все, два этих Больше нету Даже объясню почему Больше всех кто пьет, грузыни и русские Вино все там по 5 литров пьет А европейцы-то что пьют? Нальют там По бокалам пьет Да, по бокалам По чуть-чуть Пять часов сидеть там И что, кому это выгодно, никому не выгодно Дим, что сегодня у нас? Сегодня у нас вообще знаменательный день Потому что мы, как говорится Привалило счастье Не зная За что нам и почему Мы очень ждали Ждали этого гостя И болельщики И наши подписчики Все Все дружно в комментариях писали Что очень хотят видеть Этого самобытного Душевного Футболиста И все время Где он? Где он? Да, у нас про Измайлово все спрашивают Где он? Где он? И про вас, Заза И для нас огромная честь Что вы согласились прийти к нам чай попить Да, мне тоже Мне даже не то, что приятно А просто очень приятно Видеть таких людей Вообще интересно было Когда я позвонил Зазе И спросил Ты не хочешь с нами чай попить? Он сказал Как ты зовешь грузина чай пить? Это первый раз чай У меня такое, что На чай пригласили В любом случае Это интересно Мы очень рады видеть И Здесь у нас в гостях И узнать о настоящем И о прошлом И поэтому чай у нас специальный Да, да, вижу Сегодня будем пить Золотые иглы Это красный чай Из провинции Диньгу Это Юнань Очень необычный И я думаю Что-нибудь Интересное Мы сегодня для тебя Покажем и откроем В плане чая А мои иглы пили такие? Вот я не помню У нас не такие В Грузии тоже есть чай Но не такой Чуть другой Грузинский чай? Да, конечно Что вы в Москве делаете? Я пока ничего Пока отдыхаю Соскучился Давно не был Но мы слышали Что сына вы привозили сюда В Локомотив Да, на просмотр Не знаю Посмотрим Что будет Как будет Ничего не говорят пока? Я просто не хочу Пока ничего говорить Чтобы не сглазить? Да, так Посмотрим Суеверие Ну, если в Локомотиве не будет Другая команда Все равно будет Так что То есть он хочет Продолжать играть в футбол В Москве, да? Да, конечно А Локомотив Вы по старой памяти Поехали туда? Нет, ну В Локомотив Все равно Даже моя душевная Как-то Старость Молодость Прям старость Молодость Вы невероятно похудели Да Я думаю, что вы эти комплименты Принимаете И одобряете Что у вас за диета Такая была? Расскажите Никакой Да нет Просто так бегал Тренировался С сыном С сыновьями У меня трое Трое Играют в футбол Мне тоже приходится Чуть-чуть Побегать А когда вы бегали За Вилья Павлович Вам не сильно помогало А с сыновьями? Смотрите Диеты Это же как Секрет Я никогда не был На диет Нет Был, когда играл Там Павлов Заставлял У себя там сидеть Хлеб не кушать Этот не кушать И у нас все время Было такое Ну как без хлеба? Ну это же Нереально Сил нету Хлеб не кушать Так что Все время Там ругались Ну не ругались Так разговаривали Но мне все равно Не давали Кушать хлеб Там доктор Все время Что кушаешь Там смотрел Все время Приходил Ну что там Да нет Все нормально Одни капусты И все Салат Зелень Да Салат Зелень Как ролик А про Диетова Сергея Иванович Овчинникова Слышали? Он нам тут Приходил докладывал Босс Да Босс тоже Да Один раз в день Там Один раз в день Все что угодно И все Ну это плохо Один раз в день Как бы Человек кушать Ну это нереально Ну как нереально Ну просто Спаспо не может Похудел Если ты фигуру Хочешь Там что-то Базаров нету Там можешь вообще Не кушать Воду пей И все В две недели Ты похудел Но силы же надо Ты же бегаешь Правильно? Да Ну А как? Один день А там А если много? Не много Три раза в день Ну по чуть-чуть Не так вот Как мы умеем Селые до шашлыка У грузинов Все много И чтобы оставалось Да Конечно Там Черное Кто придет Может там больше Все равно Должно быть На столе Там Много чего И поэтому И все Приходится Приходится Почти Пробовать И получается Потом Много Еще обижаются Что оставляешь Ну да Конечно У нас в Грузии Так Хочешь Не хочешь Еще заставляют Кушать Но когда В гости Ты придешь Хочешь Не хочешь Надо кушать Поэтому Они выносят Что ты должен Все пробовать Ну начнем Один попробовал Второй Третий Четвертый Пятый А уже Живота Очень много Так что А сейчас Сколько вы весите Сейчас 95 килограмм А 120 Так что Нормально Сейчас нормально Сухарик Сухарик В этом Да Ну и только на беге Ну не может такое быть Вот просто бегаете И все Ну не верится Я думаю Что все Кто смотрит Не верят Что просто бегал Ну да Вот так получится Футбол Не пьешь Футбол Бег Не пьете Медитация А вот Секрет Секрет Вот это Вот алкоголь Убрали просто И все Ну так чуть-чуть Как раз И без алкоголя Это тоже Ну так чуть-чуть Можно Я вот не представляю Приходишь Куда-то Там же наверняка Какие-то встречи Застолья И И что Вино не надо пить Водку Водка не прибавляет Вино прибавляет Водку Виски И все А вино Прибавляет А вино надо исключить Да конечно Вино Ну не надо исключать Ну там не надо много пить Я поэтому сказал Грузничное любить Все много Да Ну ты там можешь Не можешь Там литр Два-три Все равно надо выпить В любом случае Там они начинают Там Тасты Там Да Начинают Там Туда-туда У нас много Тастов Даже если нет Придумают Так что Если хотят Так что Очень много Заза Вы в статусе Президента Ведь сейчас Да Да Каково это Президент Джанаши Звучит Звучит прям сильно Ну Что это накладывает На вас Какие обязательства Как-то Не нравится Но приходится Вообще удивительная история Как это получилось То есть Ты Купил клуб Еще на аукционе Да Свой родной Да Расскажи Где я вирус Где я родился Ну это просто Я хотел Почему Потому что Ну я там Начал играть И бегать И тренироваться Все Моя жизнь Оттуда и начался Изудить Где я родился И потом Когда приехал туда Ну она была Государственная Там Команда была Города Я приехал Там Сказал Что можно Без проблем Говорит Никаких проблем Нету Если ты будешь там Я говорю Хорошо И там Аукционы Я его Выкупил Ну С города Так что Там Дела Дела футбольные Я так понимаю Не очень были Да Ты хотел Не очень Ну у нас Как Мерия Там Не помогает Команда Нельзя им Помогать Почему Потому что Финансирует Федерации Все равно Как это Деньги Отдает Федерации Если Федерация Отдает Мерия Или там Городские Не могут Тогда Деньги Увидели Из-за этого Ну там Есть У федерации Сейчас Грузинск Ну Хороший Этот Там Смотря В каком Лиге Там Или что Там В год Где-то 200 300 300 Тысяч Все равно Отдают К Ларь Не в доллар Так что Нет У них Хорошая Федерация Неплохая Помогает Команда Ты там Носишь Какую-то Сумму И они Тоже Дают Сумму Я вот не Представляю Тебя В офисе В костюме Я без галстука Это не мое Я даже здесь не одевал Так отчет с мета Да-да-да Дебит Кредит А как Вот формально Самое интересное Я вообще скажу Одну вещь Ну аукцион Никакой Они Вытошили И я купил Просто Ну как так Ну то есть Вы не сидели В зале Там Молотом Да-да-да-да Там В компьютере В этом И все Миллион лари Раз Миллион Сколько стоил Клуб 61 тысяч Чего Доллар Лари Лари А это сколько Что-то Одно тысяч Ну тогда Было Где-то 30 тысяч Доллар Практически Трансферная Цена Кришчана Роналду Шучу Шучу Ну Минише Деньга Где-то 3 миллиона Вот так Получилось 3 миллиона рублей Так что Но Покупать Команду Это не так Уж Это Потом Там То есть На тебя Накладываются Обязательства Ну конечно Там Как Что Вот это А команду Покупать Это Не так уж Нежело Главное Потом Что будет Так и Что будет Нет Ну Все нормально Будет Все хорошо будет Думаю У вас бывает В выходные Особенно часто Когда много футбола Когда много хоккея Баскета Ты не отлипаешь От телевизора Ну сериальчики Сериальчики Разумеется Смотришь На улице уже прохладно И вот это И вот это вот Все Отвлекает Тебя От самого Главного Ты забыл Приготовить Ужин И не можешь Оторваться От этого Зрелища Вот И тогда Вам везет Потому что Еду везет Футбенд Футбенд Сами готовят Сами доставляют По всей Москве Алматы И кое-где еще Привезут хоть Домой Хоть в офис Хоть ночью А с промокодом Сычев Вновь подключили Большую скидку Причем она Многоразовая То есть Чем больше Вы заказываете Еды Тем больше Эта самая Скидка Абсолютно На все Меню Футбенд Очень много Пиццы Из печи И здесь Классическая Острая От шефа Груша Горгонзола Ну хорошо А если вот Тесто не ешь И пиццу Не очень любишь Тогда Ролл с лососем Или морепродукты Угу Но есть еще Любители экзотики Покебол У знаменитой Вот футбенда Есть еще И вок-лапша В таких коробках Как в сериалах Знаешь Берешь там Палочками сидишь Смотришь Фаназиатская история Ну конечно Ну и конечно Крылышки барбекю Под футбол Просто идеально Сами пробовали Выбираем на свой вкус И свой бюджет Берите что угодно Ведь по промокоду Сычев Скидка абсолютно На все И она многократная То есть Чем больше вы берете Тем больше Эта самая скидка По ссылке в описании Вы кликаете Ну и забиваете Промокод Сычев По-русски Хоть через Е Хоть через Ё Вообще без разницы Главное что у вас Будет эта самая скидка И возможность Очень вкусно Поесть Так что Приятного всем аппетита А на меня скидка работает? Да Через Ё Подкрепились? Все Пора возвращаться К нашему гостю Что из себя представляет Сейчас Чемпионат Грузии? Ну Ничего хорошего Пока На данный момент Но молодежь есть Ну Я Больше К молодежи Чем Ну там Мы видели Чемпионат Европы Ну конечно У нас очень хорошая Молодежь Просто знаешь Что самое плохое У нас нету Как в России Допустим В России После чемпионата мира Там везде Стадион Ты же помнишь Где мы играли На каких стадионах Вообще там ужас был Да Было 2-3 Поле нормальных У Локомотива Ну там В Лужниках И где-то там По югу Да Все А сейчас-то везде Хорошая Сейчас школа Тоже хорошая В России Я вот так что Смотрю Потому что Я ездил Еще Ну Из-за Локомотива В эту Ну По югу Эту Делали Как его Ну Молодежку Смотрели Кто хорошо играет Там То есть Все Турнир делали А потом Приглашали сюда Ну Это Школа делала Локомотивская Я даже помню Я с Арифулиным Еще был Ездили там В Ростов Смотрели Ну там Турнир был И пацаны Ну там Фамилии Ими Списывали И сюда Привозили И смотрели Так же В Грузии тоже Там Надо походить Посмотреть Хороший Но У нас Нету Знаете Как у Локомотива Вот такая Школа Интернат Ну как Раньше Было Чтобы их Там покормить Там Чтобы они Спали Чтобы отдыхали Знаешь Вот такое А если вот такое Что-то сделать Там Молодежь Просто хорош В Грузии И можно Что-то Потом Уже Думать Ну и традиции Какие Я думаю Генетика Такая Ну вообще Так Грузия Не Футболист Ну Традиция Всегда Была Но Все равно Сейчас Одно Самое Плохое То Что Есть Сейчас В Грузии Не для Этого Люди Там Что-то 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 Делают Там Тяжелое Интересно Ну просто Когда мы видим Что Какие посты Занимают Бывшие Футболисты Мне кажется Что это Помогает Развитие Сейчас они Изменят Все Покажут Как надо Ну не знаю Когда Каладзе Становится Ты думаешь Ну Каладзе Мир города Он много Чего Сделал Значит Футбол Пойдет Нет Футбол При чем Здесь Каладзе К футболу Никакое Отношение Не имеет Каладзе Это В Тбелесе Мир города Который Правда Красиво Все сделал И делает Еще раз Но Для футбола Он ничего Не делает Ну потому что Не хочет Или потому что Не может Не может Потому что Он мир города Но он же Не может сказать Тому Кто занимается Спортом И футболом Нет Не может сказать Потому что У нас есть Президент Федерации Кубьяшвили Тоже футболист И Муджири С тобой же играл По-моему Вместе играли Вроде Он Гендиректор И Они должны Делать А не Каладзе Каладзе Правда Все Каладзе Любят Люди И так что Никаких проблем У него нет Почему Потому что Пелесе Правда Очень красивый Стал И делает Много чего Для города А для футбола Чуть-чуть Так Ну странно Почему Это Всем интересно Не только Нам Вот с вами А там В городе Тоже есть Такой разговор Если он Такой Хороший Так делал Город Красиво Почему Футбол Не пошел Президентом Федерации Мы когда Приезжали На Чемпионат Мира По шахматам Был Батуми Как раз Были На стадионе На Динамо И там был Как раз Матч Там были Зеедов Каладзе Как раз Все Стадион 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 Хороший Очень Хороший Но Если бы Такой Был Был Везде По городам Я бы Сказал Что Очень Сильный Чемпионат Был Был И даже Дети Тоже Очень Мога Ну Вообще Сам По себе Просто Знаешь Самое Плохое То Что Если Чемпионат Слабый Ты не Можешь Вырасти Молодежь Тогда Фундаменты Они же Шли А Чемпионат Слабый Уже Ничего Не получится Почему Вот Сборная Сейчас У нас Чуть Послабее Почему Потому Что Нет Вот Этого Фундамента Молодежь Правда Хорошая Идет Но Еще Надо Вкладывать В них Чтоб Получили Потом Хорошую Команду Вот И все Но Они даже Расти В конкуренции Ну Вот Да Команда У нас Тоже Сейчас В Грузии Динамо Батуми Динамо Тбилиси И Кутаевси Три команды Которые Борят Сатчемпионства И что Из-за Три команды Можно Вырасти Я думаю Что Нет Раньше Это наше Время Все команды Хорошие Были Все Везде В любом Городе Приезжал И была Борьба Там Убивали Друг Друг И поэтому Мы выросли Мне самое Интересное Мы на сборах Ни в Турции Никуда не ездили В Леселидзе Вот там В Сухуми Вот там И у нас И все команды Туда приезжали И Динамо Москва И Торпеда И все И Киев Динамо Я вот помню Даже Товарищи Играли С ними Вот мы С ними И выросли А сейчас Нету Этого Сейчас Куда едешь В Турцию И там Какой-то Вдвои Абудаби Там Ну это Россия Мы до Турции Заза А когда нам Билеты покупать С Димой И лететь на празднование Чемпионства В Зугдиде А ух Это Не скоро Примерно Год-два-три Три года надо Три года Да Через три года Нормально Ну через три года Будет нормально Мы Вот уже говорим Про крупные города Мы знаем Как жизнь Складывалась В Тбилиси В Батуми В Телави Но про Зугдиде Вашего времени Вашего детства Мы не знаем ничего Что это было Что это было за место Скажи Как начиналось Все Как Город Ну город Хороший Почему Потому что Она ближе К Сухуми В Сочи Ну вообще Там 70 километров Разница И Я даже Вот Из Зугдиде В мое время Да Никто не Ездил В Тбилиси Все ездили туда В Сухуми В Ачамчири В ту сторону В Сочи А когда уже Там В 91-92 Что-то случилось Там Чуть-чуть маленькое Это когда Отняли Абхазию Там То все Уже начали Потом В Тбилиси Потом Вот так Ездить И самое Интересное У меня Моры Там 30 километров Которые Я вообще Не знал Что есть Как Ну как Объясню Почему Родители Скрывали Когда был Маленький Мы все время Думали Что Сухуми Хорошие А в ту сторону Мы не смотрели Все Ну там Все время Ездили на море Там Сухуми Отдыхали Там Сочи Знаешь Как-то В лесе Вот такой Вот А в эту сторону Как-то Не смотрели Что-то Где Что-то Такая Поднос Пешком Поднос Да 30 километров Когда уже Вот это случилось Уже появился Оказывается У нас Тоже Есть Можно Отдохнуть Можно Что за детство Было У тебя Чем родители Занимались Ничем Как Ничем Ну Ничем У них Было У родителей Знаете Как В то В то Время Было У нас Много Мандаринов И Просто Вот Выращивали И приезжали К нам Домой Даже Никуда Не ездили Просто Загружали Увозили Деньги Налички И все А вы Говорите Ничем Не занимались Выращивали Мандарины Да Сельскохозяйство Да Такое И Почему Вы Не пошли В эту Сторон Как Я не могу Идти Такую Сторон Я Просто Сильный Был Правда Мое Ну В школе Вот Когда мы Ходили Даже У меня В классе Был 14 Пацанов Из 14 11 Мы Футбол Играли В одну Команду Все 11 И Вратар Тоже Ну В общем Наш Класс Был Самый Такой Сильный По Футболу В наше Время Что было И Баскетбол И Волейбол Все Играли Все Вместе Смешанно Но В футболе Уже Там Трейнер Нас Посмотрел Просто Мы Ездили По Этим По Школам Играли Футбол Ну Там На Что-то В то Время На Булочки На Чай Ну Такой Этот Был И Никто Нас Не мог Обыгрывать Вот Там Есть Допустим Первая Школа Второй Третья Ездили По Этим Все Время А потом Там Появился У нас Команда Такой Молодой И Всех Нас Собрали Туда И Играли Кожаный Мяч Чемпионат Который Это Была Всегда И Самая Сильная Была Этот Кожаный Мяч Все Команды Вот С кем Играли У всех Была Хорошая Команда Особенно Динамо Тбилиси Там Финал Кто Выходил Динамо Всегда Был В финале А потом Все Остальные Но Мы Обыграли Самое Интересное Грохну Тбилиси Да Там Тбилиси Финал Три Один Выиграли Два Я Тогда Забыл А Уже В атаке Играли Всегда 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 Нападающим Мне кажется Все грузины Они играют Нападение В то время Наше время Да А сейчас Кстати Нет Есть даже Кто хочет Защитниками Ну конечно Сейчас Нет Нападающих Вообще Нет Нигде Вот Самое Интересное Ну Наше Время Да Ты Тоже Там Сейчас Нет Я Вот То Что Сейчас Смотрю Грузии Тоже Да Вроде Хотят Но Не Получаются Не Получают Просто Почему Не могу Понять Вот Раньше Были Защитники Проблемы Да А сейчас Уже Нападающих Нигде Нет Есть Где-нибудь Я не видел Так Их Нападающих Как Мне Просто Надо Поискать Да Вообще Куда Поискать Где Будешь Не Как Это Нет Нет Как Отвечать На вопрос Почему Вот Не знаю Что-то Какой-то Этот Идет Раньше Правда Вот Серьезно Там Проблемы Были Защитников Даже У Локомотива У нас У всех Там Не было Проблемы Защитников Не Ну Это Да Не было Потому что У Павловича Там уже Собрано Было Такое Что Хорошее Да И даже У них Показатель Сейчас Тоже Самый Хороший Локомотив Был Было Было До Пока Сейчас Там Не пропускают Много А Когда Случился Вот Этот Момент И Вы Поняли Что Футбол Это Уже Будет Работа Для Вас Да Это Мне Отец Сказал Вот Мы Сидели Там Что-то Все Вместе Сколько Вам Лет Ну Где-то 12 12 12 Да 12 Лет И Там Мы Сидели Что-то Просто Знаете Самое Интересное Я Вот Так Сижу И Мама Все Там Сидят Я Говорю Не Хочу Учиться Что Значит Не Хочешь Учиться Я Говорю Ну Не Могу Говорю Или Учиться И Футбол Играть Что-то Не Получается Я Так Сидеть Ты Сам Что Хочешь Я Говорю Футбол Так Повернул Маме Говорю Все Пусть Играет Пусть Переключился На Футбол Да Переключился На Футбол Потому Что Больше Времени Учился Учился Там И Как-то Время Тоже Не Было Один Раз На Тренировку Не Попал Второй Раз Не Попал Знаешь Почему Потому Что Мне Надо Было С Руками Делали Что Надо Было Пешком Идти Это Как Далеко Ну Где-то Четыре Километра На Тренировку Четыре Километра Спокойно Да Спокойно Очень То Время Очень Спокойно А Абхазию Отняли Все Отняли Было Все Равно Криминал Криминал Чтобы Грузии Не Был Вы Сталкивались Да Нет У меня Таких Проблем Не Было Здесь Не Только В Криминале Просто Самое Интересное Вот Сейчас Четыре Километра Пешком Потом Как Надо Тренироваться Ну Пришел Как Разминка Ну Как Разминка Это Да Заминка Обратно Да После Треминка Еще Пешком Четыре Километра Почему Потому Что Когда Заканчивался Вот Этот Школ Ну Время Да Где-то Два Часа Заканчивался Там Только Один Автобус Ехал И поэтому Как-то Учеба Тоже Мне надо Было Все Время Там С учителем Отпустите Пожалуйста Там Два И потом Уже Переключился На футбол И даже Домой Не ходил Все Время Бегал Все Время Тренировался Даже Домой Не хотел Придти И все Время Орали Приходи Покушай Не Не хочу Там Лаваш Всял И все Пошел А кто У вас Герои были В детстве Да Я тоже На Марадон Но Из Грузинских Футболистов Ну Грузинских Футболистов У нас Очень много Было Но Шенгелия Сами Такой Все Время Который Смотрел И даже Открывался Ну От него Научился Открывать Почему Он был Знаете Какой Вот Даже Зашники Думали Что рядом Стоит А его Нет Там Ряд Он уже Уходил И Самое Интересное У него Чутье Было Такое Что Вот Голевой Он Стоял Там Где Нужен Даже Даже Если Посмотрите Его Игры Там Вы Увидите Что Он Какой Нападающий Вообще Субашевич Хорош Шенгелия Это Один Из Самых Таких Сильных Нападающих У вас Дома Плакаты Марадона Висели Я Даже Спал Там С Плакатом Рядом Нет Правда Над Кровати Висел Да Вы Смотрели И Что Вы Говорили Я буду Играть Против Него Я Ходил Делать То Что Он Делал Все Время Но Не Получилось Он Он Я Я Так Что Мы Смотрим На Клубы Ваши У Диши Я Прошу Прощения За ударение Может Быть Неправильно Будет Делать Шевардени Сам Треди Что Это Такое За Футбол Это Виши Лига Было Я Вообще Первую Игру 15 лет Мне Было Когда Я Сыграл Виши Лигу Это Вообще Удивительно Да Удивительно И Самое Интересное Тогда Было Халкат Президентом Федерации И Не Разрешали Заявить 15 летнюю Сейчас Пацанчика Как Можно Вишу Лигу Играть И Самое Интересное У нас Вот Когда Я Говорил Что Кожаный Мяч У нас Был Финал Там С Динамо И Сказали Халкат Что Иди Посмотри Говорит Он Не Такой Как Все Маленькие Говорит Он Большой Здоровый Такой Может Играть Говорит А он Говорил Все Время Оказывается Как Говорит 15 лет Ну Как Их Пустить Еще В то Время Чемпион Вообще Сильнее Был И Грузинский И Вообще СССР Ну Все Вот А ты Посмотри Говорит Просто Приди Посмотри Какой Он Но Я Правда Сильнее Был На Мой Год Такой Здоровый И Всех Защитников Плечо Они Туда Сюда Бегали Так Не могли Мне Это А он Посмотрел Хорошо Принесите Говорит Завтра Говорит Мы его Официально Оформим Разрешили Мне Играть И Даже Габель Сказал О Халгаци Что Ну Там Все Футболисты Бившие Начали Что Пусть Играет Пусть То Все И 15 лет Я уже Играл Еще Летний Каково Играть Получается Ребенком Ну это еще Ребенком Ты уже был Получается Бородой Уже Кудрявый Нет Не Не Бородой Просто Был здоровый Такой Ну и Как-то И самое Интересное Когда я Первый день Пригласили На тренировку Там Вот Как раз Вот Этот Ну вообще Там Мое время Потом Генамо Назывался Эту команду Там Вот И самое Интересное На тренировке И Амрозович Ну Габелия Тренер И Так Начали Что-то там Двухсторонно Играть Я мяч Принимаю Там В соседних Раз Отнимает Мяч Раз Второй Раз Я Стаю Как Дебил Знаешь Не могу Понять Что творится Я маленький 15 лет Амрозович Меня позвал Приди Кому Я говорю Что Ты хочешь В футбол играть Я говорю Да Играй Тогда Говорит Я говорю Можно Я просто Стеснялся Знаешь По ногам Не бить Что-то Как-то Чуть-чуть Так Думалось Все нормально И потом Начал Даже Не боялся Ничего Когда Сказали Что можно И бить И все Уже Привик А первый день Там Что-то Как-то Не в себе Жестко Там играли Да В то время Конечно Не то Жестко А даже Били Убивали Я не знаю И самое интересное Когда мы на сборах поехали Я почему говорю Вот российский Это мне нравится Ну там торпеда Была В лесе На сборах Динамо Киев И Динамо Москва Мне сигналили С ними товарищескую Игру Я вообще В шоке Был Ну мне Там По 20 минут По 15 минут Пускали Первый Этот Но Я вообще Космос Куда-то Я там Вообще Сумасшедший И самое интересное Я тренировку Смотрел Сколько Они бегали Я думаю Что если Столько Надо В футболе Бегать Мне это Не надо Знаешь Как-то Так Думал И мне Сказали Что Это просто Подготовитель Так А то Столько Не бегают Ну Я сам Это Сейчас Почему Говорю В 95 Году Когда я Сюда Приехал Мне тоже Много Бегали В локомотиве Слишком Много Я столько Не бегал Никогда Ну Грузии И так Не бегают А здесь По кроссу По кругу Я вообще В шоке Был Куда я Приехал Сколько Здесь Бегают Потом Уже Привык А ваши Родители Когда Впервые Увидели Как вы Играете Ну Вот Нет Так Ну Я Ну Ну Да Я уже Там тоже Хорошо Играл А что Папа Сказал Маму Они Интересно Когда Сына Пьют Они Просто В шоке Были 15 лет Ну Отец Мама Так Чуть Да Отец Ну Когда я Приехал Домой Отец Мне Говорит Ну Я ему Говорю Я говорю Вот так Вот так Я уже С кем Говорит Ну Там Большой Команды Там Динамо Звык Какой Динамо Ты что С ума Сошел Говорит Я говорю Да нет Все Уже Заявили Мне Надо Тренироваться Мне Надо Все Время Ходить Отец Вообще В шоке Был Как Это Он Даже Не Верил Он Потом Поехал Туда В клуб И Покачите Мне Говорит Этот Моего Сына Чтобы Обмарываете Да И Как раз Вот так Уже Начался Моя Карьера И Тогда Родители Поняли Что это Футбол Серьезно И надолго И это Уже Как Профессиональная Карьера И для них Это гордость Была Конечно А потом Вы приезжаете Собирается Стол Приехали Все соседи Дебют Это Как Обыч Я даже Когда из Москвы Приезжал Туда Вот Почему Мне Павел Все время Говорил Почему Ты приходишь Говорит Все время Лишь с лишним весом Как Не прийти С лишним весом В город Приезжаешь Самое Интересное Там Хаджапури Вот Хинкали Все Я в шоке Был Все приходят Там Соседи Знают Все Все свое Принес Там Красное Вино Там Белое Вино Там Что-то И Иди Сейчас С ними Не садись И не выпивай Ну Это Я же Павлович Не мог Объяснить Сейчас Что Ты же Можешь Сказать Юр Павлович Не разрешал Кому Там Никому Ничего Не можно Сказать Я даже Вас приглашу Если Хочешь Поедем Если Ты Там Не выпьешь Я не знаю Я даже Руку подниму Скажу Что Там Невозможно Не пить Понимаешь Там Даже Есть Знаешь Как Вот Приехали Я привез Там 5-10 Человек Домой Там Все равно Один Найдется Который Будет Все Время Знаешь Давай Випей Давай Випей Давай Как твоя совесть Да Давай Випей И все Время Будет Говорит Хочешь Придется Пить И Кушать Вот И все Составит Как Появился Локомотив Мы На сборах Здесь Были В Москве В Москве В самом Третьей Командой Мы готовились У ФА У нас С Копенгагеном Или с кем Там Играли В самом Третьей Вышли У нас Хорошая Команда Была Второе Место Заняли Первый Динамо Занял И Мы Приехали На Динамо В этом На сборах Новогорск На Новогорск На Месяц На Месяц Да На Месяц Готовили Здесь И Самое Интересное Мы Сыграли Товарищескую Игру И с Локомотивом И с Динамо И с Торпеда Торпеда Маскадж Тогда Хорошая Команда Была И Мы Обыграли Всех Троих И Я Там Забивал Чуть-чуть Много Колов И Самое Интересное Там Хурцлава Был Тогда Наш Тренер В Ту Команду И Хурцлава И Семи Сейчас Друзья Ну Все Так И Филатов Все же Знают Хурцлава Он Такой Капитаном Был Хороший Футболист И У Него Спросили Оказывается Кто У Тебя Хороший Футболист А вы Что Сами Не Видите Говорит Кто Про Меня Оказывается Говорит И Павлов Что Сейчас Поминает Как Они Разговаривали Да Да Видели То А Вы Будете Отпускать Я Вообще Ничего Не знаю Что Творится Не В курсе Но Мы Там Сыграли Хорошо Сыграли Оказывается Туда Тоже Отпустили Ну Кого Там На Мою Гру Там Смотрел С Мотива Скауты Да Скауты Как Сейчас Называется Скауты И Там Я Правда Хороший Сыграл И Приехали В Грузии И мне Калистратович Хруцелов Говорит Тебе Придется Ехать В Москву Я говорю Куда В Москву Я говорю Я не хочу Мне Мне Там Хорошо Нормально Никаких Проблем Нет Еврокубки Тем более Нет Говорит Ты должен Поехать Там Президент Пришел Там Через Две Недели Говорит Все Придется Тебе Я говорю Я не понял Ничего Все Готовься Я говорю Хорошо Пойду Посмотрю Что там Как-то Все равно Самое Интересное Пришел День Когда Я должен Был Прилететь У меня Паспорт Нет Почему Потому что Не взял Специально Не хотел Лететь И этот Там Сидим Все Готов Сумку Положи Я говорю Когда Улетаю Утро Я говорю Хорошо У меня Паспорта Нет А ничего Страшного Без Паспорта Я говорю Как Вот так Говорит Без Паспорта Я говорю Что-то Не понял Как Без Паспорта Можно Куда Долететь Не надо Паспорта Дело Ну Хорошо Второе утро В самолет Ну Куда Если Там Все Проводили Мне Посадили В самолет Без Я Я Сижу А Девушка Там Стрегорде Сказала Вы Кого Ждете Паспорт Знаете Как Людей Подождите Говорит Вы Что Террорист Я говорю Да Нет Какой Я террорист Футболист Спортсмен Ну Хорошо Хорошо Прошло Там 10-15 Минут Подъехала Машина С Конорейками Со всеми Скорорейками Да Такое А что значит Скорорейками Ну Наверху Который Стоит Лук Гаишников Мигалки Мигалки И Такой Сиву Достали Этот Человек С нами Я говорю Куда Мне Везут Я вообще В шоке Молодой Маленький 19 лет Представляешь И Вообще Ничего Не понял Все Ты с нами Пойдешь Посадили Машину А Это Сейчас Там Красиво И Хорошо Снукова Когда Едешь Туда И Обратно А Тогда Желез Там Не Было Таких Этих Тогда Не Было Еду Еду Везде Лез Там Куда Еду Что Думаю Знаешь Как Это Короче Там На Шоковский Поднялись Как Раз По МКАДу Поехал И Увидел Локомати В стадион Там Написано Знаешь Когда Я Обратался Все Уже Все Нормально Никто Никуда Не Интересно Я ночью Прилетел И Зашел Ну Если Помнишь Еще Старый Этот Был На Стадионе Офис Старый Он Остался Стоит И Поднимаюсь На Тебя Там Поднимись Говорят Сидят Филатол И Семен Оба В связи В связи Они Мне Там Контракт Я Говорю Это Что Все Ты Наш Футболист Подпишись Контракт Я говорю Я ничего Не буду Подписывать Как У меня Паспорта Нет Как Это Нет Я говорю Вот так Нет Так Все Оба На меня Так Смотрят Как Без Паспорта Как Я говорю Не знаю Там Залетел Здесь Прилетел Там Встретили Там Я говорю Нет Не буду Ну Хорошо Говорит Проблем Нет На Тебя Деньги Говорит Ну Там Очень Большие Я не взял Самое интересное Прям Пачки Выложили Вот так Пачки Выложили Зеленых Я говорю Я не буду Брать Я взял Только Пять тысяч Долларов Почему Куда Мне Не Надо было Паспорт Делать Ну Обратно Лететь Там И потом Опять Пролететь Я говорю Я не буду Брать Деньги Ничего Пять тысяч Долларов Взял И Хорошо Говорит А я думаю Вообще Не приеду Пять тысяч А если Много Берешь Что там Вернуть Как-то Взял Пять тысяч И все Я говорю Хорошо Буду Делать Паспорт И все Месяц Искали Когда Улетел Обратно Месяц А как Вы улетели Так же Проводили Это Пасадили Прилетел Туда В то время Можно было Что они Друг другу Позвонили Я не знаю Что там Случилось Я эти Пять тысяч Взял Самое интересное Филатова На меня смотрит Как человек Деньги не берет Я говорю Я не хочу Пост у вас будет Когда я приеду Вот тогда Отдайте Хорошо Николаевич Убрал Обратно туда Я пять тысяч Только забрал Самое интересное Я прилетел Я даже забыл Про локомотив Что мне надо Приехать За пятер Изгоняли Да И пошел Там Кулянка И то С одноклассниками И оказывается Егорыч Батю Знаешь Они там Все на уши Поставили Вообще Все меня Ищут Никто Не может Найти Как что Что-то по дороге Одна машина Вторая Третья Четвертая Все останавливаются Я говорю Что случилось Что творится Занаша Ты где Тебя все ищут Я говорю Я здесь О чем мне искать Говорят Что случилось Говорят Как будто Не знаю ничего Как что Тебе надо лететь Завтра Говорят Ты должен быть В Москве Я говорю Я никуда не лечу Почему У меня паспорта нет Водительский нет Как ты не делал Я говорю Ничего Я не делал Знаешь Как-то Все Короче Пацанам Говорят Соберите его С собой Никуда его Не отпускайте Мне сами Сделали За час Мне сделали И паспорт И водительский Все Вот там На руку Дали Посадили В самолет Прилетел сюда В Москву Вот такая Вот история То есть Ты не горел Желанием Да Получается Да Сюда приехали Ну а как же Не просто Самое интересное У меня и тогда Тоже были нормальные Деньги Там что-то Мне Я не хотел Деньги Я никогда Я не такой Человек Чтобы за деньгами Что-то гоняться Или что-то И в то время Тоже так же было У меня было там 500 долларов Мне это вообще Хватило На жизнь На все А 5 тысяч Если 500 Хватало То 5 тысяч Нет Там в команде У меня было 500 долларов Зарплата Она мне хватала Я 5 тысяч Почему взял Думаю Будут Нагуляюсь Думаю Забудут А кто что Будет Забывать В то время Очень большие Деньги Были В 95 Году Так что Пришло все равно Нет Они мне сказали Что там правда Хорошая команда Но когда приехал В локомотив Была правда Очень хорошая команда Подождите Второй раз Вы второй раз Заходите в кабинет Да Деньги я не брал Опять выставили Да Опять Я говорю Пусть будет Я потихоньку возьму Говорю Мне не надо Такие большие деньги И опять взяли Там чуть-чуть Да Чуть-чуть взял И опять там Они так Все Смотрят Как не берет Деньги Я говорю Не хочу Пусть у вас будет Ну там потом Отдадите Говорят Хорошо Хорошо Говорят Я подписал контракт На три года Или на четыре Не помню Там И квартира И машина Как обычно Было В то время Я говорю Хорошо Без проблем А можно Машину Квартиру не хочу Это мне говорит Петрович Ты же дурак Какая машина Машина Тебе и так будет Лучше квартиру Напиши Туда Говорят Я говорю Хорошо Пусть будет Квартира Знаешь Любитель Хороших машин Так что Поэтому Как там Все равно Где вам квартиру дали Как вы обустроились На Войковской Нормальный Хороший Я Хаб Знаешь Где жили Вот там Мы жили На Войковской Нормальный Игорь Черешенко Да Челик Смертин тоже Но Смертин продал Такая банда У вас там Да Банда была хорошая Так Ну и вы в Москве И самое интересное Я когда Ну надо было На тренировки Идти Я приехал Как раз Февраль Где-то 25 градусов Мороза Я же Такой мороз Вообще не видел Никогда У нас же В Грузии Нет такого И самое интересное Они мне Видали Там форму Плашовку Там Шапку Перчатки А я не могу Этих тренировать Это для меня Было Вообще Там Я эту Бросил Все Одел Майку Там Знаешь Как-то Штани И выхожу Ну Выхожу На тренировку И доктор Там Как помню Ты куда На тренировку Ты что Дурак Что ли Вернись Одень Говорит И плашовку И пуховик Хотя бы Одень Говорит Я говорю Почему Там 25 градусов Мороза Да Мне все равно Нет Говорит Вернись Меня не пустили Правда Вешли И на стадионе Бегали На старом Тогда И самое интересное Там чай Что-то горячее Знаешь Как-то Все лежало Один круг Сделал Второй круг Сделал И все Замерзло Вообще Вообще Дышать не могу Доктор Говорит Док Мне что-то Плохо А ты Хотел Майку Вить Вообще Все Замерзло Даже Дышать Дышать не могу Давай Выпей чай Говорит Ну Выпил чай Иди беги Я говорю Хорошо Там Четыре круга Сделал Снял И шапку И перчатки И все Я говорю Все нормально Я уже готов Бегать Как Я говорю Вот так Ну просто Не могу Правда Я никогда Не одеваю Шапку Или кепку Это для меня Как будто Нагаливаешь В голову Что-то бросили Игорь Павлович Не ругался За это? Ругался Но я не мог Один круг Сделал Потом Все нормально Как происходила Адаптация В Москве Это же Было настолько Непривычно Да Непривычно Да и самое Интересное Просто коллектив Был хороший Я попал Правда Ну не знаю Просто они Я же самый маленький Был в то время И как-то Обращались ко мне Очень Ну почти Они мне здесь выросли Там Биджиев Хасан Чугай Ну вообще Знаешь Я у них был Все время в комнате И Косолапов Я тогда еще Капитаном был И как-то Все время Даже Когда вот Приходили Все время Звали Грузин Давай иди к нам Грузин Давай иди к нам Опекали Да Опекали Вообще Локомотив Я вот там Время Годы прошли Я то что Видел там Других команд Один из самых Таких вот Добрейших команд Был такой Знаешь Коллектив Правда Хорош Но это все От Семина И филата Вошло Создавали Коллектив Как семья И вообще Семейная команда Была Сумасшедшая Из-за этого Я еще сыграл Футбол Почему Потому что Когда атмосфера Есть футболисты Допустим Может хорошие Ну все же там Будет знать Сейчас Может хорошие Но Может в команду Не попасть В ту атмосферу Вот То что он может играть И может он не будет играть А я попал в ту атмосферу То что мне надо было В то время Вот поэтому И играл Футбол И Даже мог И не сыграть в футбол Честно Если там плохой коллектив был Но там был коллектив Просто великолепный Просто хороший В то время Были слухи Что вы как приехали в Москву У вас появился Бизнес свой здесь На рынке Чего Что это такое было Откуда это все росло Нет Просто там Работали грузины И Я приезжал В гости просто Там С моего города Еще там Ну меня же Все знали Там грузы Когда я играл в футбол Так что Просто приезжал В гости Я так Бизнес Я и сейчас тоже хожу Прихожу туда Со всеми Разговариваю Как они там Чего Как Давно не виделись Они здесь Живут уже Так что Это жизни не В общем Это миф Это миф А еще один миф был И нам про него Я не вспомню Кто рассказывал Как вы как-то погнали По МКАДу Ну это два раза Объясняли Как на базу Да Ну и что Самое интересное У меня была Тогда еще Семерка Ну первый Это первый год Деванадцатого Беха Семерка? Не 21-07 Это вам выдали Да Мне выдал клуб Чтобы я ездил На машину Я говорю Хорошо Ну я уже заказал Там машину С Германии Должен был приехать Но пока приехал Ну команда Мне выдала Семерку И вышел из Баковки А там оказывается Наш Елсин Президент Куда-то едет Перекрыли всю дорогу И пустили туда А я знаю Одну дорогу Только По центру Представляешь Чтобы домой приехать Из Баковки И Ну ладно Хорошо Пустили Ну машину Я тоже поехал Блин Еду Еду Не заканчивается Ни хрена Вот так по кругу Что-то не то Блин Этот Закончился Солил еще бензин Там Знаешь Что-то еще думаю Так Что творится Я вообще не могу понять Опять Опять И еще самое интересное Никого Тогда же много машин Тоже не было Ну в 95-м году Там И ни у кого Ничего не справился По МКАДу Кого там спросишь Кто там будет стоять Никто Да еще ночь Уже все Ну потом вспомнил Что там Шелковский Что-то туда-сюда Ну когда первый раз Прилетел На Шелковский И этот вспомнил Что я должен На Шелковский Куда-то там Свернуть И самое интересное Когда вот так ехал Уже Ну второй круг Когда уже проходил Увидел Увидел Шелковский Я не в город въехал Туда поехал В эту В область В область И сам Что-то непонятно Думаю Что-то не туда еду И опять развернулся И потом уже понял Когда въехал Что в городе Увидел И стадион Там Черкесовский На другой стороне Москвы Да И короче Приехал Ну это был Сложно было Да К этому привыкнуть Очень Не только я Таксисты не знали Тогда дорогу Я вообще Откуда я мог Знать Самое интересное Что там Вообще Перекрыто было Все И так А МКАДу дали Ну для меня Это хорошо было Все равно Научиться Чего Как Узнать Москву Вы как-то рассказывали Что Выжимали 300 километров Ну я и езжу Да так И сейчас тоже езжу 300 Ну а что Нормально Нет В Грузии 295 Там ограничения Все-таки езды Нет Ограничения Там на 320 Ну все равно Какой Грузин Не любит Быстрые езды Да Ну я не знаю Все любят По-моему Все быстро ездят Нет Там просто опасно Сейчас 300 Нет Но 295 Нормально Не так уж А зачем Тут 300 Жуть Ну не знаю Это же адреналин Какой-то Не знаю А первый раз Когда Вы побили Такую скорость На Мерседесе Легендарном С вами Да На Мерседес На 6.3 Так что Ну вообще-то У меня всегда были Мерседесы БМВ тоже был Но мне они не нравятся Я склонился на Мерседес Но это вообще Ваше такое Слабое место Машины Да А откуда это пошло У Вас в семье была машина В семье не было У родителей Не было Вот из-за этого Наверное Не У родителей Не было Но самое интересное Когда Ну я любил просто Я даже гоняться тоже люблю Я и сейчас тоже гоняюсь иногда Сейчас Когда сюда ехал И сейчас тоже гонялся Как Вы на стафоре встали Я всегда Нет Почему Шашкой же можно играть Не главное Что встал и поехал Это 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 не гонки Это ерунда Встал и поехал Это Это Ну вот Как на поле Знаешь Как-то вот так Как обыгрывать защитника Вот так надо обыгрывать Между фишек Да Конечно Жуть Ну это не жуть Ну как не жуть Это кайф Так что А Вы не хотели попробовать себя в гонках профессиональных? Нет Я уже старый для этого Ну а хорошо когда молодой были Ну я же тогда играл Нет Почему На Воробьевых гор Я все время ездил Вы прямо там участвовали В этих Да Конечно Открывали капот Капот никогда не открывал У меня не было такой машины Чтобы капот открывал Потом портилось И самое интересное У меня была машина 124 В кузове Мерседес Шестилитровый 450 лошадок Там И вот то время Эта машина была Как-то Один из таких Самый хороший И у моего друга Бравус еще такой Представляешь На 124 Кузове Вот мы и гонялись Да Вот и гонялись Все время И из-за этого Появился вот этот Вот Гоночный Любовь Машина тоже хорошая Но Сумасшедшая Но рассказывать Что у Юрия Павловича Была даже покруче машина Чем у вас В какой-то момент Нет У Юрия Павловича Привезли Какой год В 98-м году В 220-м кузове Эску Но 3,2 двигателя Маленький А у меня был тогда Пятилитровый Ну Мерседес Эску На 104-м кузове Вот кабан Как называют Сейчас И когда его пригнали Там на базу Эту машину Я говорю Павлович Можно там Посмотреть Да Я Въехал Из базы Покатался Приехал Там колодки Уже горят Все Горят Павлович Говорит Ты что делал Я говорю Пробовал Машину Говорит Это что такое Я говорю Мало Говорит Двигатель Все Нехорошая Машина Павлович Так смотрит На меня И самое интересное Первый Который Видишь У Павловича В то время Дреставра Я говорю Машина Плохая Почему Двигатель Маленький Не едет Куда он должен С-класс Ехать В принципе Но все равно Не ехал Ну хорошо Хорошо Ну там Потом Время прошло Ему Пригнали Пятилитровую Такую Завелся После твоего Совета Пригнали Пятилитровую Но у него Очень хороший Такой АМГ Попробовал Без этого Никак Если бы я Не пробовал Тогда Удивительно Как ты Подходишь Главному Тренеру Да И главный Тренер Дает Вот Пожалуйста Ну и что Он мне Даже Оставлял Машину На две Недели Он Уезжал У него Там Чуть-чуть Авария Случилась Просто Там Сзади Ударили И Там Были Грузины Которые Делали Москве Да На Черкезовске И он Тоже Знал Там Вот Где Гараж Был Раньше На Черкезовске Вот там Делали Сервис Да Да Сервис Там Работали Грузины И мне Палыч Говорит Он По-моему Уезжал В Англию Он проходил Вот эту Лицензию Или что-то Там На две Недели Или что-то Пока Я приеду Говорит Можно Его Сделать Какие Проблемы Говорит А я Сам Первый Грузин На С-классе По Москве Все На меня Смотрели Кто Откуда Знаешь Как-то Тогда Машин Вообще Не было Таких У Палыча Был Там Один Два Можно Было Тогда Увидеть И я Так Приехал В гараж Показал Таня Там За два Часа Его Сделали И две Недели Я Ездил Пока Палыч Приехал Все Спрашивали Чья Машина Моя Да Они Знали Что У меня Тогда Таких Денег Не было Чтобы Сейчас Здесь Класс Покупать У меня Был Нормальный Но Все Равно Там Новую Пригнать Но Машина Хорошая Была Правда Но Он На штрафы Купил Говорите На Мои Меня Штрафовал За вес Как Это Было Получается Ты Всегда Приезжал После Отпуска И что Прям Ругался Сразу Конечно У меня Там Вообще Еще Когда Я Приезжал Мы Все На Сборах Были Уезжали В Германию Во Францию В Италию И самое Интересное Он Мне Давал Время За Неделю Я должен Вот столько Скинуть Четыре Килограмма Если Не Скинуть 200 Долларов 300 Долларов 100 Доллар Уже За день Пошел Да Уже Да Конечно Хорошо Павлович Мне Приходилось Одевать Две Баллонки Представляешь Что Вес Не Представляю Даже Дышать Не мог Когда Пар Вот так Задыхался Самое Интересное На Что Кричал Вейди На Улице Две Баллонки Представляешь Что Это Вообще Ужас Такой Был Все Все Нормально Даже На Игру Когда Товарищ Играли Баллонки Внутри Было Сверху Майку И Баллонка Внутри Я Сбрасывал Ну Как Прибыл Так И Сбрасывал Тяжело Тоже Было Получается У Палыч И Самое Интересное Еще Не Дай Кушать Надеть Ну Вообще Вот Этот Миф Правда Что Был Отдельный Стол Для Тех Кому За Сто Я Соломатин Еще Кто Там Сидел Смирнов Сашка Еще Был Тогда Босса Не Босса Босса Не Босса Не Босса Был Там Кто Не Помню Там Четвером Или пятером Сидели Короче Когда Вот Весь Был Отдельный Этот И Самое Интересное Одни Салаты И Все Больше Ничего Довая Команда Ест Все Да Конечно У них Там Все Полностью А мы Там Только На Салатиках Но Я Там Все Равно Потом Тихоря Кушал А Как Как Самое Интересное Как Можно Я Почему Скал На Салатах Бегать Невозможно Еще На Сборах Сколько Они Бегали На Нигэм И Бегали То Время В Российском Чемпионате Вообще Так Скажу Русские Российские В Российском Чемпионате Слишком Много Бегали А Сейчас Не Бегают Столько Сейчас Нельзя Бегать Все С Мячом Сейчас Вот Тренировок Я Смотрю Столько Бегать Нельзя Только С Мячом Нас Вообще Не Показывали Мяч Утром Все Время Бегали А Когда Показывали Уже Не Хотел Клянусь Не Хотел Давайте Павел Квадрат Какой Нахрен Квадрат Ноги Не Хочу Ни Квадрат Ни Мяч Ничего Не Хочу Столько Мы Бегали По 20 Километров Бегали И Еще В Темпе Не То Что Там Просто Так В Темпе А Сейчас Столько Не Бегают Знаменитая Чок Вот Там 7 по 50 Надо Бежать А Последние Когда Я Уже Не Мог Ноги Уже Вот Так Вот А Сейчас Никто Не Бегает Этот 7 по 50 Вообще Никому Это Не Нужно А Тогда Был Тест Такой Что Надо Было Бегать Сейчас Бип Тест Бегает И Самое Интересное Сейчас Мы Пригали Вот Таким На Барьерах И Еще 10 метров Старт Был А Сейчас Вот Такой Маленький Почему Потому Что Доктор Сказал Спина Будет Болеть Что На Такой Прыгать Как А Мы Прыгали Тогда Выживание Кто Выжил Тот Сильнее Да Но Вы Явно Хитрили Эту Систему Обходили Никто Салат Обходили Салат Один Два Раз Я Сделал Но Я Ошибся Самое Интересное Виталий На Сборах Я Витали В Каком То Городе В Деревне На Сборах И Самое Интересное Там Надо Подниматься Бегать Там Бегать Не Бегать Не Бегать Что Пробежал Один Раз Спустился Уже Вижу Что Не Могу Бегать И Я До Центра Дошел Пацанам Говорю Я Здесь Буду Давай Бегать Я Там Сел Жду Пока Вернуться Они Вернулись И Назад Бегу А Павлович Там Стоит Что Ты Хорошо Бегаешь Я Говорю Да Что Открылся Нормально Знаешь Как Хорошо Завтра Посмотрим Я Говорю Завтра Тоже Нормально Будет Хорошо 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 Ладно А Второй День Этот Павлович Почему Я Обожаю Они Знали Что Я Сделал Ну Просто Там Сразу Поняли Я Не Мог Бег Никак Это С команды Я Прибежал Такой Не Может Самое Интересное Он Стал Сначала Откуда Мы Должны Начать Потом Доктора Поставил В Центре И И Ирдашвили Еще В Конце Представляешь В Конце И Самое Обратно Пацаны Уже Там Добежали А я Еще Иду Не Бегаю А Иду И Павлович Так Стоит Ну Че Почему Не Прибежал Я Что-то Сегодня Не Могу Бегать Ну Мою Эту Мне Надо Было Чуть Чуть Просто Остаться Там Сзади И Потом Прибежать А Я С ними Там Как Будто Прибежал Хотел Показать Да Я Тоже Там Хорошо Бегать Это Первый Случай А Второй Нет Потом В этом Как Его Во Франции Самое Интересное Этот Фон Траме Да Наверху Там Где-то В горах И На Лыжах Надо Было Спуститься Где Ты И Где Лыжи Да Вообще Я Когда Поднялся Там Этот Павлович Говорит Давай Одень Я Говорю Я Не Буду Как Не Будешь Говорить Как Как Лыжи Грузин Я Грузин Нет Не Могу Встань Говорю Хорошо Встал И так Знаешь На шпагат Сажали Разъехались Опять Разъехались Я В шоке Я Говорю Нет Все Не Хочу Хорошо Говорит Пешком Говорит Давай Спускайся Говорит Пешком Мне Пришлось Представляешь Сверху Пуститься Вниз Пешком Ну Где Леж Где Я Я Не Выставляю Тебя На Лыжах Тем Более На Беговых Это Был Вообще Ужас Дроздов Рассказывал Что Вы Собрали Вообще Все Имеющиеся Штрафы В команде С весом Понятно Но У вас Были Споры С Тренером Нет Я Не ругался Никогда Они Не ругали Я С Не ругался Опоздание Ну Это Было Как Не Опоздать Расскажите Я Грузин приехал Огромный город Пробки В то время Не были Пробки То есть Ты заранее Никогда Не выезжал Не Тогда Не было Пробок Но Все равно Дорогу Свернул Ужин Не туда Свернул Надо Обратно Там Когда Выходить Так Что Приходилось Приходилось Опаздывать Я Ж Не Виноват Я Ж Не Виноват Москва Такой Огромный Что Что за история Была У вас В одном Из ресторанов Между матчами После Питера Когда Локомотив Проиграл И вы должны Были в Турцию Лететь С Куджейли Спором Играть А ничего Не было Я не помню Ну Вот Опять же По интервью Вы пришли Из больницы Я? Да Не помню Только Не Было Такое Но Все равно Не Хотел Вспоминать Просто Да Это Просто Здесь Случилось В Москве В ресторане Подрались И Сломали Нос Вот И все Без Из-за Чего? Ну Это Просто Так Житейское Ну Да Такой Ну Потовух В общем Ну Да Ну Что Юрий Павлович Потом Сказал А что Могут Сказать Не знаю Он шок Был Вообще Самое Интересное Там Савелий Приехал Ко мне Домой И Тактора Все Наши И у Меня Нож Вообще Нет Поэтому У меня Такой Нос Потом Его Собрали И Самое Интересное Мы Должны Были Улететь Утром Я говорю Я Не буду Ну Не могу Как ты Улетишь Савелий Ты Что Говорит Я говорю Мне Что Делать У меня Все Нет Тищат Тоже Не Мог И Они Мне Сделали Операцию Там В Локомотив Был Какой-то Больница И Собрали Нос Самое Интересное Когда Доктор Вышел Фотограф Покажи Мне Твой Нос Где Он Вообще Не Был Сломан Был Гребецкий Полуфинал Кубка Кубков Слацова Давайте Вспомним Ту Игру Вы Были Очень Близко Куда Близко На Финал Бокшич Последние Мончини Отдал И Самое Интересное Только Эти Мы Вшли Здесь Сыграли 1-1 А Там 0-0 Ничего Сыграли Вы Забили Тогда Да Я Забыл Тогда И Ну Там Сам Этот Мяч Стал Лучшим Тогда Ну На Турнир На Кубок Кубков И Самое Интересное Что Вот Сейчас Нет Вот Гол Или Что-то На Выезде Да На Въезде А Тогда Было И Из-за Этого Вышли Они Лац Но Там Лац Сумасшедшая Команда Сборная Мира Играл Там Маркиджане Воротах Савас Неста Михайлович Там Бокшич Мончини Там Вообще Сумасшедшая Команда И Самое Интересное Неста Был Капитаном Италии Сборной В то Время Знаешь Вот Это Вообще Сумасшедшая И Мне Спрашивают Там Ты знаешь Говорит Несту Я говорю А это Кто такой Знаешь Как Журналист Знаешь Как И там Написали Потом Я помню Чанаш Чанаш Не знает Несту Я Знал Несту А почему Я должен Был Знать Я же Нападающий Чем Я Думаю Нападающий А он Будет Смотреть Что за Защитник Несту Несту Кто Он Он Такой Но Я Им Сказал По Другому Я Не Должен Его Знать Говорит Пусть Он Мне Знать Я Нападающий Начало История Трештока Когда Ты Хочешь Вывести Из Равновесия Да Вот Это Мне Такую Эту Сделали Я Никогда Никого Не боялся Хоть Дместо Хоть Кто Стоял Мне Все Равно Было Против Них Вообще Не Просто Было Не Было Просто Не То Просто Просто У Нас Хорошая Команда Была У Нас Коллектив Был Просто Такой Знаешь Крепкий Очень Крепкий Там Зашито Очень Хорошее Было Но Говорят Что Вы Хотели В Двусторонке С Гуренко Играть Да Я Не Хотел Вообще Я Против Них Вообще Не Хотел Игра Но Павлович Так Ставел И Они Били Все Время Я Говорю Уйдите Я С ними Дрался Вот Гуренко Чревченко В прямом Смысле Дрались Нет Дрались На поле Мои Друзья Куда Дрались Мне Никогда Не Дрались И Самое Интересное Что Против Них Ставел Павлович Специально Чтобы Они Меня Там Били Знаешь Как Можно Их Убрать Просто Пожалуйста Нет Чревченко Один раз Вигнали Из поля А Да Конечно На тренировке Он Мне Такой Подкат Сделал Вообще Там Сумасшедший Какой Когда Ноги Подлетают Куда То Из поля И Все Вигнали Зачем Они Так Играли Ну А Как Вообще Юрий Павлович Кайфовал А А Как Мне Сценников Я Помню На Базе У нас Тренировка Двухсторонная Сценников Приехал Как раз Вот Ну Девять Да Где-то Вот Так И Самое Интересное Ему Надо Было Еще Доказывать Что Там Ну В составе То Все Он Мне Такой Подкаст Сделал На Тренировке Клянусь Шитки Не мог Одеть Просто Вот Так Вообще Не Было Ничего Сразу Доктор Сразу И Павлович Так Стоит Я Все Не Продолжен Мне Все Равно Говорит Почему Шитки Не Одел Я Говорю Павлович Зачем Мне На Тренировке Шитки Говорит Мне Начал Ругать Что Я Шитки Не Одел На Тренировке Шитки Не Одел Какие Шитки Я Что Знал Что Сценников Такой Убийца Вам Ужас Представляешь Он Такие Подклады Делал Я Даже Близко Не Подходил Это Сравнение С тем Ревен Сейчас То Что Я Вижу Это Попробовали Тогда Чуть Я Даже Тренировку Смотрел И Локомотив Скажу Там Команды Хожу Где Тогда Тренировались И Сейчас Двухсторонными Друг Друг Просто Убивали Просто А Сейчас Не Трогай Подкат Не Делай Это Не Сделай А Что Так Это Даже Не Футбол Как Не Делать Не Подкат Режим Максимально Приближенный К игре Да Как То А У нас Был Как Мы Знали Что Команды Идут Так Значит Нам Тоже Надо Было Так Играть И Так Тренироваться Павлов Я Почему Его И Уважаю И Люблю Он Знал Что Мы Должны Были Делать Там Со Спартаком Надо Было По Другому Играть С Зенитом По Другому Но Мы На Пришлось Драться И Мы Дрались На Тренировке И Он Пускал Павлович И Все Время Били Мне Ты Горячий Ты Тебя Ударишь Ты Сразу Закипишь Я Вообще Я Еще Так Орал И Кричал А Кто Мне Слушал Не То Что Кричал Я Даже Курик Гроздова Хотел Избить На Тренировке Ну Нельзя Было Просто Осенником Что Вы Сделали Да Осеннику Чурен Он Просто Молодой Больше Да Так Тем Более Да Ничего У нас Команды Хорошие Были Слушай Когда Малхас Дрался На Тренировках Тоже Самое Абсолютно Одинаковые Истории Пасы Они Причем Играли Упражнение Было В тройках Ну То есть Вместе На Ударах И Что Он Как раз Был Со Спахичем С Ивановичем Друзья Все Друзья И они Пас Забегание Подача И кто-то Друг другу В общем Пас Не очень Хороший Отдал Когда На ход Чересчур Ну Че ты Отдаешь Раз А он Потом Специально Потом Два И они Раз И Вперед Подрали Что Да Мы Смотрим Опа Я даже Не Ну Я так Не взял Ну Ты же В команде Играешь Ну Это Я не знаю Ну Если Там Пас Не Отдают Специально Тогда Это Другое Ну Ты Заканчивай Тренировку Потом В раздевалке Че Проблемы Что Вот Видишь Накипело Ну Накипело Но Лучше В раздевалке Чем Там На поле Когда Вы сделали Свой Кульбит Первый А Я Это Действие Делал Я Там Научился Откуда Гимнастика Была Да Нет Я Я же Боролся Еще То В секции Борьбы Был Да Боролся Ну И так Чуть Чуть Это Вас отец Отдал В секцию У нас Был В школе Я Просто Ходил Так Любил Знаешь Так Смотрел И Когда Заходил Ну Когда Старшие Заканчивали Я Заходил В Эту Как Его Котами Да И Там Начал Вот Это Все Сальто Делать Потому Что Они Так Вставали Знаешь Когда Я Тоже Смотрел И Думаю Как Они Там Делают Знаешь Мне Тоже Интересно Стало Так Так Что-то Вставал И Потом Начал Как Это Делал Делать Ну Два Раза Руку Ломал Пока Научился Нормально Ничего себе Ну Это Детство Все Так Ну Хорошо Вот Вы Делаете Кульбит В локомотиве И Что Юрий Павлович Ничего О Что Мог Сказать Это Опасно Это Адреналин И Ты Когда Гол Забиваешь У тебя Есть Так И Делаешь Я И Сейчас Тоже Мог Сделать Но Все Равно Я Просто Легко Когда Ты Улучшишься Ты Не Теряешь Это Она У Тебе Все Равно Так Что И Сейчас Тоже Мог Сделать Не Так Уж Проблема Юрий Павлович Нормально К этому Относился Да Нормально Нормально Самое Интересное Я Когда По Городу Ходил Там Маленький Говорил Вот Сальто Который Делаешь Руками Когда Гол Забивает Так И Узнавали Что Была У вас За Травма Которая Фактически Закончила Карьеру Локомотив Это С лицем С лицем С каленостопом У меня Уже Проблемы Начались На Том Игре Ну Там Рубцы У У Наше Время Не было Столько Докторов Вот Этих Хороших Я Сам Не любил Докторам Бегать Даже Там Когда Спрашивали Кто Что Я Вообще Не Заходил То есть Если Мог играть То Играл Да Играл Все Время Я Даже Там Если Чуть Чуть Болел Я Не Заходил Там И Не Говорил Что Этот Болит Или Что Но Это Может Неправильно Если Б Я Могло Продлить Ну Да Может Бить А Доктор Я Сейчас Думаю Ну Я Почему Ты Сейчас Знаешь Я Если Состава Выпал Я Мне Потом Уже Тяжело Было Оттуда Попасть Я Вот Поэтому И Терпел Просто Раньше Такая Философия Раньше Было Так Вот Ты Играешь Играешь Ты Там Травму Получил Там Месяц Пропустил Тебе Уже Тяжело Было Туда Попасть У Нас Так Было Это Сейчас Не Так Но Наше Тяжело Туда Было Попасть И Поэтому Не Хотел К Что Мне Надо Было Докторам Что Они Там Сделали У Нас Раньше Вообще Ничего Не Было Компресс Бин Даже Минист Делали Операцию Три Месяца А Сейчас Сделай За Две Недели Иди Бегай Точками Делай А Раньше Резали Сейчас Видишь Все Туда Идет А Наше Время У У В Кермании Что-то Случилось Но Савел Евсевич Мне Помог Витош С коленей Операция Не Понадовалась Я Не Хотел Операции Я Далеко Был Но Вас Уговаривали Остаться Тогда Да Конечно Ну Там Так Случилось Что Грузинская Команда Локомотив Тоже Но Я В аренду Туда Поехал Три Месяца Они Договорились РЖД Здешний Там Грузинский И Хорошо Поеду Мне Еще Жениться Надо Было Надо Было Да Надо Было Пора Было И Поехал Туда И Женился И Играл И Остался Не Обидно Было Как раз Золотые Времена Уйти Когда Ну А Что Когда Команда Была Максимально На Не Не Поймешь Когда Уйдет Человек У вас же 300 Получается Самое интересное Мне там тоже Было Хорошо В команде У меня Не Было Никаких Проблем Я Играл И Женился И Как-то Этот Я Просто С Павловичем Постопыл Как-то Не Так Почему Они Мне Звонили Ты Вернешься Или Нет Я Сказал Нет А мне Вот Это Не Надо Было Сказать Вот И Все Я Просто Сказал Как-то Все Здесь Остаюсь Грузии И Это Была Мои ошибки Но Я Все Равно Так Что Что За Командировка В Корею Была Это Сумасшедше Это Очень Экзотически Да Это Не То Что Экзотически Я В общем Шок И Был Самое Интересное Когда Я Прилетел Костреница Все Бесплатно А Зачем Вы туда Поехали Хотели Я Не знаю Я Для чего Туда Поехал Правда Мне Отправил Локомотив Ну Якобы Хотели Мне Туда Продать Ну В Корею Там Команда Лжи Что Или Что Какая Команда Я Приехал Самое Интересное Я прилетел В Корею В Костреницу И мне Говорит Директор Тебя Еще Надо Лететь Говорит Ну Как Он В городе Находится Там Час Двадцать Или Что Надо Лететь Я Говорю Хорошо Приезжаем Ну В аэропорт Приехали Ну Там Европейское Лицо Чуть Чуть А я Захожу И одни Корейцы В самолете Один я И все На меня Смотрят Куда Он Летит Но Вы С Паспортом Конечно И самое Интересное Все На меня Смотрят Я Вообще В шок Я Что Я Говорю Что Внутренний Рейс Был Представляешь И Все Корейцы Все Эти Как Его А я Один Европейцы Сижу И все На меня Смотрят Куда Необычно Необычно Знаешь Когда Даже Ну Если бы Один Два Европейцы Был Хотя Одни Корейцы И там Все Смотрят Как То Я Прилетел Выхожу Там Встретили В каком То Городе На Сборах Знаешь Сколько Они Бегали Я Думал Что Только Бегали Оказывается Они Еще Больше Бегали В Корее Короче Тренировка Начинается Утром Представляешь Вот 60 Раз По 100 Ты Представляешь Я Вообще Первый Раз Тогда Понял Что Мы Еще Чуть Чуть Бегаем Чем Они Бегали Они Только Бегали Самое Интересное Начинаешь Вот Так Раз Два Три Четыре Пять Ну Тридцать Раз И Пауза Там Четыре Или Пять Минут И Опять Тридцать Раз Представляешь А там Был Степушкин Еще Футболист Там Украина Сборная Украина По-моему Играла Что-то Не Помню И Я Ему Спрашиваю Я говорю Они Вот Столько Будут Бегать Да Они Мне Пять Раз Обгоняли Представляешь Вот Так Когда Бегали Пять Раз Я Вот Так Смотрел Улетели Они Знаешь Как Бегали Вообще Вот Так Я Не знаю Я В шоке Был А Футбол Как Играли Ну Так Нет Футбол Тоже Играли Но Не Так Как Наша Командирская Командирская Команда Как Российский Чемпионат Но Тогда Еще Начинали То Время По-моему Корея Но Команда Хорошая На первом Месте Была И Они Самое Интересное Кишают Кушать Хочу Там Увидел Мясо 45 Доллар Стейк Я говорю Мне Вот Это Нужно Они Принесли Кушаю Неделю Кушал Нормально Все А Там Пришли Сборная заели еще футболисты, и все вместе собрались. Они мне говорят, ты что будешь кушать? Я говорю, классно, ты что, дурак-собака, говорит, ё-моё, у меня 40 градусов температура, сразу в номер. Эту Степушкину зову, я говорю, пусть приезжает доктор, говорит, нет, я умираю. И самый кайф. Лежу, и заходит доктор, командный, и Степушкин переводит что-то. Я говорю, что он говорит, завтра будешь как огурчик. Все так. Знаешь, это психология просто была, что я когда узнал, тогда мне там 40 градусов температура, сразу все плохо было. Мясо вообще ненавидел. Второй день, правда, все нормально, на тренировку пошел, тренировался, нормально, никаких проблем вообще не было, представляешь? И все, мясо закончилось, одни салатики перешел. То, что Илья Павлович хотел. Да, вообще ничего не хотел. Я там 9 килограмм скинул, сразу, представляешь? После этого, как вы знали, да? Да, вообще прилетаю сюда, и мне Петрович встречает наш. Я говорю, что? А там уже все, контракт, все готово. Я говорю, сначала прилечу туда, в Москву, и без проблем, говорит, если что, там какой-то 5 тысяч долларов, или там, если что, ну, как бы, я даже не слушал, сколько они там что говорили. Я говорю, хорошо, хорошо. У меня одно это, что прилетит в Москву, я вообще никакой Корея никакой не хочу. Прилетал, и в аэропорту встречает, ну, какой этот Петрович. Я говорю, что? В Сочи тебе надо лететь. Я говорю, Петрович, сейчас прилетел, хотя бы домой. Какой нахрен домой? Давай езжай туда, говорит. Команда, оказывается, локомотив там на сборах, ну, в хосте. Да. Я говорю, ну, хорошо, ладно. Взяли билеты, отправили туда, в Сочи. А там вечером игра товарищеская с кем-то. Ну, я прилетел, Павлович говорит, иди отдохну. Утром прилетел, как раз отдохни, говорит, вечером игра. Сыграешь? Я говорю, хорошо. А, всем нравится, я худой такой, знаешь, как-то этот... Ну, я говорю, ну, хорошо, хорошо. Как раз вечером на игру вышли, мне зашитник так ударил, на трибуну что-то выкинул, представляешь? Я сам удивил. Я говорю, что? И Павлович говорит, что с тобой? Я говорю, Павлович, я не знаю, говорит. Что с тобой? У меня сил нету, говорит, вообще. Даже не могу толкаться. То, что я знал, то и забыл. Вообще там ничего не мог делать. И Павлович вот так сидит, сидит. Тот, кто говорит, пусть кушает. Кормите его, говорит, не надо. Покормите, говорит, пусть что хочет, то и кушает, говорит. Нет, на мой бой пришел, и потом уже... Нет, правда, я бросил там 9 килограмм. Мне сил вообще не было. Даже бегать-то бегал, но вот это... Без мяса, конечно. Да, ну, толкаться уже там мне тяжело было. И в российском чемпионате в то время надо было только толкаться. Поэтому как-то... А сборы в хосте тебе вспоминаются? Не вспоминай. Самое интересное, знаешь, я был в хосте. Когда этот, ну, там, я якобы салатик ел, потом приходил, шашлык ел. Там знаменитая улочка, где возле базы, где можно было дегустацию. Да. Так что много чего. Улица Минджанаша там, да, получается? Да, да, вообще... Просто не всем нравилась столовая еда. Да, и все туда ходили. Там шашлык, все. А там прям... Хочешь, не хочешь, да. Хочешь, не хочешь, надо туда зайти. Ну, и вся команда ушла. Вся команда, не этот, как его. Ну, вроде на сборах. Ну, нормально. Так, а когда вот сборная собиралась? У вас там несколько мячей за сборную есть, естественно, да? Вот что это такое сборная Грузии того времени? О, того времени это хорошая команда была. Просто я не знаю, я не могу понять, почему мы что-то все-таки не сделали. Нас что-то не хватило в то время. Самое интересное, я его сейчас даже вспоминаю, по отдельности, по отдельности у нас была очень сильная команда. Даже и вратарей, и защитники. Там одни звезды были. Там одни звезды. Да, и самое интересное, все выступали в командах таких, что вообще сумасшедших командах. В Айнтрах, ты представляешь? Вообще все в Алании там. Ну, короче, вообще команда у нас была. Кэзбайя там в этом был, как его еще. В Англии. Да, в Англии. Не указ. Знаешь, вот, да, Арвеладзе в Аяксе. Знаешь, как-то вот так по отдельности. Кингхазе в этом был еще, как его в Сити. В Манчестер Сити играл. Представляешь, если нас по отдельности взять, мы били, правда, очень сильные. И все, которые мы выступали в командах, у нас просто сумасшедшая команда должна была бить. Если вот так собрать. Ну, я не знаю просто нам, что не хватило. Я знаю, что не хватило, просто не могу сказать. Не буду сейчас ябедом говорить, но я знаю. Что-то не хватило, чуть-чуть. Мне кажется, это все объясняет. Да, нет, самое интересное, правда, мне что-то не хватило. Но вы встречаетесь после... Ну, самое интересное, знаете, что было? Мы только проигрывали в командах, вот там, Италия, там, или что-то. А остальные, вот этот, Польша, вот это, всех, всех обигрывали. Нету такой игры. Вот то, что мы проиграли там, Польша, или там, да, с Болгарцем только один раз проиграли, и то Стоечков тогда играл, блин, 2-0 мы проиграли, вот и все. Стоечков в том году стал, ну, этот взял мяч, золотой мяч, и он стал самый лучший. А так мы всех обигрывали, вот этих маленьких, то, что было там, ни с кем мы не проигрывали. Поколение было, конечно, вообще сумасшедшее. Вообще сумасшедшее, просто сумасшедшее. Ход нападения, ход полузащиты, ход защиты. Шелец, Хададзе был, представляю, защитниками. Таких защитников просто нету сейчас. А тогда у нас они били, и вратари тоже вообще сумасшедшие были. И команда, возьми просто Кинг-Кладзе, там вся команда была, который там, я не знаю, все делал. То есть могли пошуметь и в родственном мире. Да, да, но просто чего-то не хватало. Маленькое. Маленьких нюансов. Да, нюансов. Как вы приняли решение, что все, с футболом все? Ну, не знаю, я уже понял, что не могу бегать. Ну, я просто бегал, но у меня нога опухала все время. Ну, там побегал что-то час-полтора, и опухает. Смысл. Я же не буду сейчас команду там, я сам просто понял, что команду не надо было обманывать, что я там, да, мог контракт подписать, но одну игру сыграл, три сидеть, это не для меня. Я не могу так, я на скамейке не мог сидеть. Или я играю, или заканчиваю. Вот и все. Тяжело было с мыслью, что футбол все? Да, очень тяжело было. Но просто мне локомотив все равно помог. Я же потом работал тренером Пиро. В Дюссуа, да. Да, вообще, знаешь, как хорошо, что все равно в футболе я тоже с ними бегал, с пацанами. Ну, я даже в Грузии же тоже работал, ну, я лицензию пока проходил, у меня же лицензии там тренерские. И ты хочешь, не хочешь, когда заканчиваешь лицензию, ты должен работать в каком-то клубе. И какая-то команда у тебя, да-да, практика, чтобы этот. И я работал в Динамо-Тубилисе, и я и там тоже с ними. Там 12-летний пацанин у меня были, и 15-летний, две команды. Я с ними тоже бегал. Я все равно без футбола не могу. Хочешь, не хочешь, все равно должен быть на поле. А интересно, кто-нибудь из них сейчас играет? Вообще, Куарацхелия, то, что там сейчас играет, я с ним тренировался еще там. Я там работал, в Динамо. Это даже какие-то вещи я объяснял, а он же из своего города. А в Зубдиде? Ну, район там Цалинджиха, но в Зубдиде. То есть ты, получается, воспитал Куару, да? Нет, я не воспитал, но приложил какую-то эту, да. Ну, почему? Потому что у Динамо-Тубилисе был, такую эту сделали программу хорошую. Хорошую как? Выбирали защитников хороших, полузащитников и нападающих. И каждое утро, вот я был, допустим, нападающим, я нападающим учил, что надо им делать, как принять мяч, там, не иметь возраста. Всех собирали, ну, это сейчас, не знаю, сейчас есть там в Динамо или нет, ну, в Академии вот то, что есть. И там защитник к защитнику тренировал, вратарь к вратарю. Работа по линии, да? Да, в работу именно вот хороших этих. Вот мы им учили. И там приходил тоже Куара и там как-то много чего еще давал такие вещи. Но это очень важно, индивидуальная работа именно для каждой. Я даже это здесь спросил, в локомотиве есть такое или нет. Оказывается, нету. Объясню, почему. Вот у тебя есть команда, да, вот хорошая, но что-то не хватает кому-то, да. Ну, вот пацан бегает хорошо, у него в одну сторону хорошая, а в другую сторону что-то не хватает. Ты должен вот эту, то, что у него чуть-чуть слабое, вот эту ты должен ему научить. В то время, вот когда еще там он растет, а вот там после 17-18 лет уже смысла нет, там уже ничего. Ну, конечно. В общей работе ты не успеешь это сделать. Почему? Потому что ты же не можешь ему отдельно объяснять правильно. Вот поэтому у Динамо она правда хорошая была. Мы собирались, ну, там в 8 утра или там было 9-го, пока они там что-то, ну, вечером еще тренировали. Но мы учили вот это, я учил нападающих, как принять, как развернуться, как ударить вот эту вот, то я знал, что в моем команде, в моем нападающем вот этого не хватает. Я это ему учил. А это то, что ты знаешь, это ты всегда будешь знать. А вот когда то, что не знаешь, этому надо учиться. Ну, это как, знаешь, вот ты правша, ты хочешь, чтобы левую хорошо пробить, тебе надо тренироваться с левой ногой. Правильно? Ну, вот такой этот. И это было у Динамо, и мы тренировали вот их. А сразу было видно, что Кварацхелли... Сразу правда не было. Нет? Нет. Самое интересное, он потом здесь открылся. Локомотива и Рубим, вот где он играл. В России. Почему? Потому что Чаквитазе, допустим, вот то, что Чаквитазе лучше был в то время, чем Кварацхелли. Вот когда мы смотрели игру. Ну, Кварацхелли правда профессионал. Знаешь, какой? Вот так же после тренировки он оставался и сам тренировался. Сам. Вот человек, который хочет, правда, играть в футбол. Не так вот, как я его сейчас смотрю, там, на базе, знаешь, как закончил тренировку и все, сразу убежал. Да, и машу, и все. Нет. То, что он дорабатывал все, что ему не хватало. Знаешь, видно было, что он правда хочет в футбол играть. Вот таких профессионалов сейчас мало. Очень мало. Я даже не видел, что там кто-то после тренировки оставался и тренировался. Мы так делали. Нет, я даже помню, что Павлович, вот, и самое интересное, Павлович знал, я же через себя хорошо делал. И он мне подавал, сам пас делал, а я делал через себя. И он мне там потихонечку виши, виши, знаешь, что бы делать. Если бы я не попал к мячу, значит, я не готов был. Если бы попадал, значит, уже готов был. Это знаменитая дуга. Ду-гу. Самое интересное. Ну да, он называл подачу ду-гу. Да, вот так я должен был там, ну, короче, через себя делал. Значит, я уже в порядке, я в форме был. Вот так же икварацхали тоже тренировался. Есть там очень, правда, хорошие пацаны. Вот Чак Бутаза тоже хороший был в то время. Икварацхали вот эти два этих футбола. Ну, Азаров вот сейчас то, что играет еще молодой там. Они все вот эту прошли. А почему здесь в «Локомотиве» нет такого, вот этого я не знаю, правда. Вот этих хороших пацанов, вот то, что видно, чтобы еще тренировать отдельно. Почему? Потому что ты, то, что там даешь, это мало. Всех же не будешь сейчас объяснять, там 20 человек ты тренируешь, и как-то не получится, да? А вот по отдельности еще собирать их и тренировать, это еще лучше. Но еще через три года вы Хвичу где видите? Вот насколько еще... Ну, не знаю. Просто, знаете, что Хвич, правда, очень профессионал. И он, я знаю, что он будет играть очень большой в футбол. Просто жалко, что этот ушел, тренер сейчас. С полетти. Да, с полетти. Просто с полетти, знаешь, вот, я мою эту... Если все у меня не было в «Локомотиве», я бы футбол не сыграл бы. Объясню, почему. Я много такое делал плохое. Если был бы другой тренер, мне бы сразу же выгнали бы. А есть какие-то... Палыч, правда, умел со всеми общаться. И знал, что и как с ним разговаривать. Он меня позвал один раз, объяснил второй раз. И я тоже все, ничего не делал уже. Приходил там как-то этот... Также и с полетти тоже Куарас Хелью объяснял. Там видно было, что... Даже вот я в Грузии был тогда, когда ее меняли там на 63-й, на 65-й. Знаешь, почему он не дает Грузии, знаешь, сидя, бежит, болели за... Почему его меняют, почему... Он знал, когда его надо было менять. И он научил ему, правда, в футбол играть. Серьезно. Почему убивать футболиста, если он не может? Вот зачем? Ну, он остался бы там на поле. И что? Видно, что ничего не делает, правильно? Он готовил, 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 и вот футболист. Уже готовил. Но он здесь научился все равно. Вот эту борьбу и вот это все в России. Вот все... Не знаю, Юрий Павлович хотел, чтобы он в локомотиве остался. Да, он как хотел. Даже это... Но все равно российский чемпионат, он очень тяжелый чемпионат. Когда здесь ты играешь хорошо, ты можешь везде играть. В принципе. Надо чуть-чуть просто прибавить. Чуть-чуть своему этому. Потому что в российском чемпионате, вот даже в мое время, всегда тяжело было играть. Всегда. Но когда ты здесь играешь хорошо, ты можешь там тоже играть. Там легче. Закалка. Да, закалка. Вот отсюда идет вся закалка. Что там с играть в дальнейшем... Вот я даже сына привез сюда. И они мне говорят, почему в Россию. Почему? Потому что это... Отсюда. Ты здесь, если сыграешь год, два, три, ты уже можешь куда хоть туда идти. А нам все равно здесь другой чемпионат. Ну, это же люди не знают. Это я знаю. Я прошел это и знаю, что это такое. Вообще у Юрия Павловича, да, удивительное тонкое чутье, да, находить грузинских талантов. Причем не очевидно. Павлович даже сказал в интервью, если в команде нету грузина, там нечего делать. Вот такой интервью есть у Павловича. Ну, а сколько должно быть грузин? Нет, самое интересное, знаешь, как... Один или три, или больше? Два, мы же были, а Швейтин тоже был, и даже этот, я же с ними тоже был. И говорят, там еще, я ему говорю, Павлович, там еще есть грузин. Нет, три уже перебор. Два нормальные, два нормальные, три уже перебор. Два хватит, говорю, да, третий уже перебор. Мы будем завершаться потихонечку за огромное спасибо. Но мы хотели бы какую-нибудь бонусную историю от вас услышать про Юри Павловича и про вас, которая вот характеризует и его, и вас в ваших отношениях. Установка какая-то особенная была? Нет, установка не была. Я скажу одну вещь, там в Сочи, как раз у нас игра была. Я не играл. У меня там желтое или что-то, ну, там, не знаю, красный был, не помню. Всем чужой, что тогда вещи лиги было в то время. А там играли еще грузини. И Павлович мне не оставил, потому что у нас игра была еще там на кубок. Кубков или что-то. И они же в Сочи же все время на четыре дня раньше, на пять дней приезжали. И мы полетели. Я там пиджаке в локомотивском, то и все. Выиграли там 3-0 или 4-0. После игры пацаны пришли сейчас с грузиней, пошли, говорят, посидим, то и все. Я Павловичу говорю, в 1 часа буду, говорю. В номере? Ну, ага, 12. Все, хорошо, говорят, никакой. Какой-то 12, 5 утра пришел. Представляешь, я там, короче, гуляли. Утром еще тренировка была, и потом надо было нам лететь. И самое интересное, я не вышел на тренировку. Ну, не мог. И, короче, Павлович говорит, ну, ладно, ничего. Самое интересное, доктор стучит утром. Чао-нашев на тренировку, говорит. Я говорю, какая на тренировку? Уйди, говорит, не могу. Все, все. Ну, хорошо. Ты что тренировал? Я говорю, уйди. Все, нет, ну, хорошо. Он тоже пошел, оказывается, сказал Павлович, все, не может. Ну, не может, не может. Потренировались. И самое интересное, летим в Сочи. А у нас в то время же никто не проверял в этом, как его. В трап приехал автобус. Наш локомотивский. Мы сели туда, и Павлович развернулся так. Все на базу. Никто не едет домой, представляешь? И пацаны все. Ты что, Грузин, из-за тебя там? Нас не пускают домой, сколько нас не было дома. Я говорю, успокойтесь, все нормально. Все на базе. Остались. Второе утро. На поле все стоим. И Павлович так говорит, у кого-нибудь претензии есть, говорит, выгнать, что наши, говорит, с командой все. Пацаны, нет, нет. Тогда, чтобы не было, говорит, об этом разговор. Остается, не выгоняем. Весь месяц, то, что у меня зарплата, применивство, оштрафовали. Я денег не видел. Я поэтому все время говорил, что из-за моих денег машину купил. Ну, это в шутку, но все равно. Оштрафовали. Я денег не видел. Вообще весь месяц. Но потом я сыграл хорошую игру. Ну, потихонечку вернули. Все вот этот штраф. Но все равно. Ну, представляешь, вот сейчас, если был бы другой тренер там, другой, да, сказал бы, что все, Джанаша свободен. Иди в Грузию там, кушай хинкали там, шашлык, то, что. Но нет, Павлович знал, что у меня что-то есть. Я поэтому, Павлович, вот, я думал, что один из самых сильнейших тренеров был еще в то время там. И так и должно быть. Да, и нынешний, что же. Да, и нынешний, да. Но так и должно быть тренер. Что-то, вот, когда ты видишь в футболисту что-то, что-то еще надо его выступать. Ну, без этого никак. Мне тогда устроили. И я тоже понял, что мне нельзя такое делать. Почему? Потому что пацаны там, чугайно, все начали течет там, то, и все. Я уже понял, что так нельзя делать. И как-то уже пошел нормальный образ жизни. Это жизнь. Это жизнь, да, конечно. Без этого никак. Кстати, мы не спросили, но нельзя не спросить. А у вас в то время были предложения других российских клубов? Да, много. Мне даже в Аланье там вообще не хотели отпускать оттуда. Было. И что? Я в Локомотиве, я даже ни с кем не хотел разговаривать. Мне здесь просто шикарно было. И хорошо в Локомотиве. А Европа? Европу тоже. Что? Хотели. Ну, какие клубы? Штутгарт. Латсу сразу же. Прям переговоры сразу, да? После игры сразу же. Да. А что, это все знают, что там 4,5 миллиона давали за меня в то время, и Павлович не хотел меня отпустить, они там 7,5 миллиона сказали. А самому не хотелось, чтобы сборная мира играла? Да. Но самое интересное, когда уже уходили, там же уже потом младцы уже все, там место же в Милан ушло, это всех попродали. И самое интересное, я даже в газету почитал, я просто не знал. Если бы я знал бы, я, может, пешком пошел бы в это время. Я не знал, у нас же, вот это скаут, то, что сейчас Дима сказал, тогда у нас не было, у меня не было ни объекта, ни каута. А, то есть, никто не говорил? Никто, я даже не знал просто. И самое интересное, я контракт подписал еще, у меня заканчивался контракт, но они мне подпили, ну, локомотив опять предложил контракт, я еще на год подписал. Если бы я знал бы, я бы не подписал бы этот контракт. Просто итальянцы видели, что у меня там полтора месяца, ну, там полтора месяца что-то оставалось. Контракт заканчивался, они думали, там, закончится контракт и как-то потом поговорим. А у меня же не было ни агента, ничего, я один сам по себе, так что мне это никто не говорил. И сами итальянцы не приходили к вам? Нет. Да, они не могли. Там же нету такого, что к футболисту приходил, тогда нельзя было. Ну, как вот после матча вы сыграли с Лацо, и сразу подошли к вам. И самое интересное, здесь мы сыграли, там я тоже хорошо сыграл, и проходит время, и в газету пишут, что Джанаши может появиться в Серьве. Да я это потом узнал. Я это не знал, я даже в курсе не был. И Палыч ничего не сказал? Никуда, как он не отпустил бы Палыча. Ну, в Лацо? Нет, не отпустили бы. Вы им припоминаете это? Да, иногда. Ну, а что? Ну, это же Джанаши и Влацовы. Представляешь, какой поворот был бы? Да в то время еще. Ну, да, в то время, но никто такого мне не говорил, что там... Если был бы там агент или кто-то, что-то, может и... Но я все равно не поехал бы, честно. Мне в Локомотиве приятно было и хорошо было. А какие планы на будущее? Сейчас как раз можно вывеску подсветить. За наш тренер по нападающим ФК Локомотив. Нет, я бы хотел с удовольствием, даже лицензии тоже есть, но пока с сыном надо решить, а потом уже пишу я сам, что как. Но работать все равно хочу здесь. По России? Даже несмотря на то, что вы в статусе президента забудите? Я команду сейчас передал другим пока. Наблюдаете? Да, наблюдаю, так что... То есть, я думаю, в будущем увидим в России тренинг. Ну, я бы хотел в России, да. Я бы хотел, посмотрим еще. Если придешь, надо прийти, правильно? Конечно, обязательно. Так что я думаю, что... Есть опыт, есть чем поделиться. Да, есть еще работал, так что посмотрим. Я думаю, что помогу. История, тем более объявить. Конечно. Конечно, и мы были бы очень рады. Спасибо вам огромное за время. Да, вам спасибо. Мне очень приятно. Так что вспомни старое. Такой небольшой подарок. Вы приехали и сразу нам вручили кнопку. Это что за кнопка? Это спасибо всем нашим подписчикам и зрителям, которые смотрят. Их набралось на вот эту кнопочку. Да, уже больше ста тысяч. И когда преодолеваешь такую отметку, это уже гроссмейстерская. Ну, надо сто миллионов, а не сто тысяч. Потихонечку идет. Потихонечку, конечно. Я думаю, что будет. Так что... Спасибо вам большое. Спасибо. И Денис Казанский.